Приветствую вас и несколько моментов, касающихся ситуации, которая с вами произошла. Первое. Ссоры просто так из них ничего не возникают. У этих ссор всегда есть проблемы. И эти ссоры всегда имеют причины. Вот какие причины были у ваших ссор, ни вы, ни ваших мужчин, отчета себе не отдаете. Не отдаете. А нужно. Хотя бы вам попробовать понять, что заставляло вас ссориться друг с другом. Это первое. Второе. Поскольку вы все время и мы ждете, и надеетесь, то тут сразу два момента. Первое. Любовная зависимость. И это потребности направлены на мужчину. Тут нужно понять, что вам человек давал, не связанное с личными отношениями. И постараться этого добиться самостоятельно, чтобы, будучи ненависимым от него, уже понимать, нужен ли он вам как мужчина или как средство для удовлетворения своих потребностей только. Второе. Надежда. Надежда действительно мешает вам жить дальше. Что такое надежда? Надежда – это иррациональное магическое представление о мире. Вам нужно свою надежда увязать с конкретными действиями. То есть, если вы хотите его вернуть, если вы надеетесь на реанимацию ваших отношений, то нужно что-то делать для того, чтобы вас действительно возобновить. То есть, нужно с ним ему написать, нужно с ним пообщаться, с ним поговорить, не терять его из вида. А не просто ждать и надеяться. Это очень сильно выматривает. Очень. И последний момент. Что делать для того, чтобы показать мужчине, что вы все осознали и все изменили. В процессе общения с ним нужно показывать раз за разом, что некоторые ваши ценности, некоторые ваши представления поменяют. Делать это не навязчиво, делать это не стереостремленно, а так, как будто вскользь. За это нужно время, терпение, конечно, но зато мужчина увидит, что вы изменились. И то, что он увидит, если ему понравится это, он к вам вернется при наличии к вам симпатии. А если он видит, что вы изменились, но все равно к вам не вернется, то значит импоратива у него уже нет. И это будет самым явным доказательством того, что отношения между вами невозможны. По крайней мере, двусторожные взаимы. Ну, вы можете стараться его добиваться, конечно, но хорошего из этого ничего не получится. То есть, понятно, да? Для начала, анализ по сенсору. Далее, проработка нуждаемости в мужчине. Значит, перенаправление надежды на конкретное поведение. Соответственно, терпение и выдачки для того, чтобы показать мужчине, что вы изменили. Вот такие действия вам нужно совершить, для того, чтобы решить ваши проблемы. Ну и быть готовы к тому, что с этим человеком у вас ничего не получится. Просто для того, чтобы не было сильного разочарования в случае неудачи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.